Девочки, всем привет! Меня, наверное, не видно. А у нас 8 утра. Короче, выпал снег. Минус 7. У Лёши вчера ноги ломила. Говорит, скоро снег выпадет. Ну, не скоро, в плане вот выпадет. Выпал снег, и сейчас так на улице хорошо. В общем, едем смотреть вот эту квартиру, которую я вам вчера говорила. Что... Скажите, что... Ну, чтобы оставлять задаток. Девочки, нет, никакого задатка не будет. Это, знаете что, утро вечера мудренее. Нет, знаете что, там есть ещё один дом зелёный, про который я вам говорила. Ну, кто, я говорю, кто более внимательно смотрит, ну, видели этот дом. Он, оказывается, сдан. Там два подъезда, он четырёхэтажный. Там есть на первом этаже однушки продаются. И всё, больше объявлений не было. А я нашла два объявления. Точнее, наверное, это одно и то же объявление. Двушка, 66 квадратов. В общем, у разных риэлторов у одного стоит 3080 рублей, а у другого 3 миллиона. Три двести. Я одному написала, говорю, когда можно посмотреть. Он говорит, ну, типа, завтра. Я говорю, завтра мы будем с утра в Ильинке, да, во сколько можно. Потому что, говорю, меня муж привезёт, а потом он уедет, чтобы, ну, я второй раз не приеду. Он ещё не видел и не читал, потому что я поздно ему писала. Вернее, он мне ответил, а я ответила ему тоже позже, где-то минут на 30. Это уже было 12 ночи, человек спал. Я сейчас дошла, посмотрела, он ещё не видел. Вот, поэтому мне безумно понравилась там квартира. Там всё, как я хочу. То есть, меня что смущает в этой квартире? Узкий коридор, а я хочу квадратную прихожую, да? И детская. А мало того, если мы стену снесём, то мы уменьшим детскую площадь, но это ладно. Она такая квадратная, окно неудобно сделано, что там плохо получается расставить мебель. А мне больше нравится вытянутая комната, я уже говорила. И, в общем, здесь получается так, как прям кухня 12,4 с лоджией. А лоджия не балкон, который выступает, да, а именно лоджия, которая углублена. Я уже всё стала понимать, если я раньше не понимала. Вот, выключил звук, а то он, наверное, перебивает. И в комнате, в спальне, которая как бы предполагается быть нашей, тоже лоджия. То есть, там бы я себе сделала то, что я хотела бы сделать. Ну, там, знаете что, там не панорамное окно, нет. Но сантиметров может быть 60 от пола. Вообще нормально, короче, я бы кабинет там сделала, ладно, не суть. И детская нормальная, вытянута 15,9. И квадратная прихожая 11 метров. В общем, квартира классная, четвёртый этаж. Но я посмотрела, между этажами там маленькое расстояние, а вот четвёртый этаж до крыши, там большое расстояние. Но я вам покажу. Ну, блин, темно, видите, ещё темно. Вот, так что, девчонки. И ещё один вариант. Я Лёше вчера скинул, он говорит, я давно смотрела эту квартиру. Он про этот дом говорил. Это у Реала. О, Господи, Ашан, у нас сейчас не Реала, Ашан. Ну, я была там последний раз. Как ты там был Реал? Это ещё было сколько лет назад. Ну, в Ашане тоже вроде было. Короче, там 17-этажка на седьмом этаже от собственника за 3,200 с черновой отделкой. А вот эти квартиры по картинкам без черновой отделки. То есть, кирпич, просто кирпич. Нужно делать стяжку, нужно это. Но в объявлении, в одном из объявлений из этих двух, написано, что черновая отделка. Лёша в это не верит, говорит, сейчас посмотрим. Я говорю, если вообще мы её посмотрим. Вот, короче, очень понравилась мне там квартира. Очень. И район. Ну, и там район хороший. Ну, там, знаете что, очень-очень движухи много. Там постоянные пробки. Это туда, куда мы ездили с вами смотреть квартиру вот в девятиэтажку, где вот люди живут, где которая вот эта вот подубитая. Ну, там это даже не туда, а ещё дальше. Вот. Мне, конечно, этот район больше нравится. Он тихий, спокойный. Ну, короче, он мне больше нравится, девчонки. Простите, что тут трясёт. Вот. Так что поехали смотреть эту квартиру. Мы сейчас всё равно посмотрим. Ну, Лёша, наверное, вообще домой с тобой. Ой, на работу поедет. Четыре... На четвёртом этаже. Посмотрим. Или я посмотрю, зайду. И буду созваниваться с людьми. Я погуляю там. Погуляю, пока со мной кто-нибудь не встретится. Я домой уже доберусь сама. На маршрутке заодно. Но увижу, где маршрутки, как это далеко, недалеко. Ну, чтобы вообще понимать. И знаете, что я приняла решение, девочки? Мы... Почему... Почему мы хотим двушку, а не трёшку? Мы от бюджета отталкиваемся. Если здесь нам будет не хватать, мы хотя бы какую-то сумму там возьмём в ипотеку, если нам дадут. А если больше квартиру, то ещё больше суммы. Мы не хотим так. Поэтому, кто-то говорит, шило на мыло, площадь практически в два раза больше. Ну, не в два раза, а в полтора раза больше. А это значительно. И почему вы пишете, что спальни не будет у нас? В смысле? Изолированные комнаты мы хотим... Мы, в принципе, хотим квартиру поменять из-за того, чтобы были изолированные комнаты. Вот и всё. А то, что у детей будет одна комната, ну, я уже давно говорила, что я, наоборот, хочу, чтобы она у них была одна. Девчонки, они так общаются классно, дружат между собой. А когда конфликты, они прям быстро мирятся. И пусть оно так и будет. Вот. И я говорю, я хочу, чтобы у них была одна комната. А вот попозже, может быть, мы построим дом, и у каждого будет своя комната. В общем, загадывать не будем, надо сначала это сделать. Короче, если сейчас я не посмотрю в этой четырёхэтажке, если меня побреют с этим делом, да, тогда, наверное, эта тема закрывается до лета. Ну, всё. Потому что я не вижу смысла. То есть, понимаете, здесь 2 700, 2 800 стоит квартира. А мы сейчас едем ещё смотреть за 3 200. Ну, я смотреть буду. Если, короче, с этим ничего не получается, всё, тема закрывается до лета. Даже, ну, нет смысла, потому что, потому что нет смысла, девочки. Потому что понятно, что до лета эта квартира не будет нас ждать за 3 200. Это как бы всё понятно. Не здесь, не там. А там уже будем смотреть что-то другое. Так что вот, поехали с нами. В общем, девочки. Девчонки, блин, столько смятений вообще. Она повыше. И получается, что, ну, меньше видно низа. А дома расположены так, что в окна не попадаешь. Вот не смотришь в окна. То есть, получается, если из спальни из нашей смотреть, там видны дома подальше. И стоянка. Ну, и стоянка, стоянка. Я что, буду сидеть у окна, что ли, постоянно? Как бы, фиг бы с ним. Зато, подождите. Видно этот. Знаете что? Не знаю, куда идти. Салют будет. А из кухни не видно. Ну, вообще, короче, мало там чего видно. Там же лоджия. А из детской меня как раз напрягало, что видна детская площадка. Если стол ставить у окна, ну, будут отвлекаться на неё. Как бы нормально. Там так тепло, девочки, блин. Там реально хорошо. Ну, прям хорошо. Не знаю, почему. Ну, короче, нормально там. Вот. Сейчас я ещё хочу всё-таки вот насчёт вот этой квартиры. А, она мне... Короче, здесь пятница недели. Вот, который четырёхэтажный дом. Это не этот застройщик, это от застройщика. Не этот застройщик, получается. Это четырёхэтажный дом. И вот я хочу сейчас найти его и сходить туда. Вот. А что туда сходить? Подождите, мне надо позвонить. У кого 3 миллиона 80 тысяч она стоит. Посмотрите. А 3 200 уже потом позвонить. Если что. Девочки. Не знаю. Ну, в общем, сейчас люди другие приехали смотреть. Я ей сказала, показывайте людям, если это... И она такая говорит, если ваша дождётся, я говорю, дождётся, если наша. Потому что именно как раз у этого дома я тогда встала и говорю, новая Ильинка 34. Что квартира 13. Возможно, это знак. Лёше всё нравится. Вот прихожая. Единственное, что длинная и узкая. Там поставить можно шкаф-купе. К примеру, 50 сантиметров. Не 60, а то будет мало места. Ну, девочки, почему так? Потому что мы не хотим влазить в ипотеку. То есть здесь всё равно придётся что-то брать. Но уже... Ну, знаете что? Там полмиллиона или два миллиона брать. Разница-то есть. Короче. Слушайте, я вот так вот сейчас представляю. Я стою, кручусь. Я живу тут, дома кругом вокруг. Как это выглядит вообще. Что я с телефоном хожу, снимаю сама себя. Ну, хотя, может, я про это разговариваю. В моём районе-то меня все знают. Что я с телефоном. А здесь скажут... Ку-ку. Ку-ку скажут. Ой, девчонки, не знаю, что сделать. Не знаю. Ну, квартиры тёплые, хорошие. Ну, правда, сейчас на улице не холодно. Ну, там на минимуме. Там вообще невыносимо находиться. Потому что очень жарко. Куда вот я? Я, наверное, не сюда пошла. Конечно, не сюда пошла. Там тупик. Блин. Надо было туда идти. Ладно, короче, пошла я в магазин. А, сейчас я вам покажу этот дом, который я хочу посмотреть. В итоге машина едет. Вот, смотрите. Это площадка. Это прихожая. Это напротив входной двери туалет и ванна. Ну, вернее, ванна и туалет. Туда комната и туда комната. Вот сам дом. Двухподъездный. Это кухня. 12,4 квадрата. То есть, эта квартира, которую мы сейчас смотрели на данный момент, 11 квадратов. А здесь 12,4. Это какая-то комната. Понимаете, да? Это вид из окна. Там две лоджии. В кухне еще в одной комнате. По 15 квадратов, а другая забыла сколько. Планы нет. В другом объявлении есть план. В общем, вот это мне тоже нравится. Сейчас позвоню. А вот как раз, это вам не видно, на доме написано. Вон, на зеленом квартал. Это вот этот. Что, они с 10 работают? Там просто, знаете что, там написать нельзя. Хорошо, что вы со мной. Что я ни одна здесь блуждаю. Надежда Сергеевна, здравствуйте. А я по объявлению насчет квартиры в Новой Линке 1А, дом. А ее как-то посмотреть можно, которая 60 там, в квадратах 66. То есть, ее нельзя посмотреть, да? А это было 3,080. А на первом такая же планировка. Ясно. Ясно. Мне тогда не нужно. Спасибо. До свидания. Сколько стоит? А в каком? Там получается, кухню, ой, комнату уменьшили, которая 10 квадратов? Так вот, я и не поняла, поэтому... Слушайте, а вы мне можете? А что вы мне можете? Только если показать, да? А блин, как-то фотографии можно посмотреть? Да, вот можете мне на вайбер, на ватсап прислать? Материнский капитал, наличные и, возможно, чуть-чуть что-то надо будет взять. У вас есть возможность номер телефона записать? Потому что не на этом номере. Ага. Ну, давайте тогда я вам... Что? Да, давайте я вам сейчас скину. На конце 0,5 будет. Ага. Хорошо, спасибо. До свидания. Покой, черт. Объявление висит, если там уже квартира. Аванс, в смысле. Не понимаю. Надо сейчас тогда мужику позвонить за 3200. Я хочу посмотреть ее. В любом случае. Но у меня отваливаются руки. Пошла я... Куда я пошла? В магнит. Девочки, вот чтобы вы понимали, я пришла... Вот, видите, вот оттуда. Вот зеленый домик, да? Оттуда. Я еще не дошла до магнита. Не дошла. И вот зато я увидела вот этот дом. Вот хочу сейчас туда посмотреть. Но с другой стороны... Вот, наверное, вот где эта дорога, там магнит. Да, я так предполагаю. Обратно тогда пойду там. И там же школа. Ну, то есть, короче, да, 5 минут идти. И знаете что? Прикольно. Маленькие домики. Они небольшие, они цветные. Прикольно. И до школы недалеко. И поэтому, как бы, в общем, нормально. А вот эти вот панорамные балконы... Нет, девочки, я не так хочу. Естественно, в таком маленьком домике, на таких этажах, я не хочу панорамные балконы. Ну, потому что, блин, понятно. Я бы хотела, чтобы он был высоко. А вот это вот, что потом закрывают, одеяло не вешают, там закрывают. Вот, нет, я так не хочу. Ну, как бы, знаете что? Мечта мечтой. Мне надо не панорамным балконам, мне надо панорамное окно. Ладно, пойдемте, дойдем до туда. Вот этот дом. Сейчас буду звонить по объявлению. Ну, вот по этому объявлению. Ну, блин, господи, по этой рекламе. Про квартиры. И смотрите, здесь сразу кенгуру. Это строительный магазин. Ну, как строительный, там всякая приблуда для дома. И пятерочка. А на другой стороне где-то магнит. А когда, потому что ехали, я видела в прошлый раз. Там что-то есть. Может, здесь, кстати, магазин еще есть. Такие чисто поглазеть. Может, даже фикс прайс есть. Кстати. И все, вот за этой пятерочкой там уже школа. Вот это идеальный вариант до школы. То есть в сад-то ребенка можно отвезти, а в школу ребенок потом будет сам ходить. Вот. Короче. Пошла звонить. 26-30-76. Короче, я позвонила. Взял трубку, значит, мужчина. И я говорю, как посмотреть? В ближайший час желательно. Он говорит, это вы не писали. Я говорю, я, ну, вы не ответили. Он говорит, я ответил вот недавно. Потому что вы вчера уже поздно написали. Я уже не видел. В общем, свяжутся со мной. Ну, то же самое, что мне написал. Я смотрела, что оставьте ваш номер, с вами свяжутся. И, короче, посмотрите. Без отделки, без черновой. Как Леша вчера и сказал, в принципе. Ну, написано в объявлении с отделкой девочки. Я, чё? Я же ему пальцем ткнула. Это же не я придумала, правильно? 3200, а с полной отделкой 3700. Ну, на 500 тысяч дороже. Понятно, что с черновой лучше. Дешевле, дешевле. Но, с другой стороны, здесь сделают и геморроя меньше. Но мне надо сначала посмотреть. Это я просто разлуждаю. С вами разговариваю. Если, блин, рядом Леша был, я бы, конечно, с ним поговорила. Ну, и с вами тоже, естественно. Вот. У меня очень сильно замерзла рука. Прям я уже её не ощущаю. Потому что я телефон держала. Пойду я, наверное, погреюсь в пятёрочку. Ой, девчонки, не могу. Слушайте, мне район нравится. Отвечаю прям... Как это? Буду. Знаете, кем на В? Ну, типа, когда говорят. Прям нравится. Тихо, спокойно, нормально. Вообще. Здесь машины ездят только вот, которые... Или такси, может быть, подъезжают. Здесь нет, ничего не проездного вообще. Ну, понимаете? Тихо, спокойно. Мне нравится, девчонки. Единственное, что очень много ворон вылетает вон у помоек. Ну, так это везде так. Пойду я. Знаете, куда? Нет, сначала пойду, наверное, школу посмотри. Мы проезжали, свет горел в школе. Так что это. Школа работает. Блин, девчонки. Я хочу здесь квартиру в этом районе. Не в том районе, вот где седьмой этаж. Там панорамное остекление. Представляете? Но я там не хочу. И там даже, знаете, что? Парк будет. Аквапарк. Или ледовый дворец какой-то. Что-то там, короче, какое-то будет спортивное. Но я не хочу там жить, потому что все время будет детям хотеться туда. Ну, понимаете, да? Выйти погулять, это куда-то туда. А еще там всякие разные торговые центры. Это деньги лишние тратить. Я не хочу жить рядом с торговыми центрами. Потому что это скучно сходить туда. Ну, не хочу. Понимаете? Не хочу. Короче, кто-то понимает, кто-то не понимает. Потому что я знаю, что другие девчонки, наоборот, хотели бы жить рядом с торговыми центром. Вика, вон, наша Вика. Мы с ней в тополь ходили, когда она сказала, Блин, говорит, вот здесь бы жить. Типа, я говорю, и что? Он говорит, ну вот, ходить в тополь. Я говорю, ну раз ты сходишь, два сходишь. Месяц ты походишь. Но потом-то тебе надоест, ты не будешь ходить, не буду. Все, пошла, пошла греться, девочки. Вот, девочки, пятерочка. Вот магнит. И вон красная школа прямо. Очень, как бы, нормально, между прочим, я вам хочу сказать. Я просто не буду замерзла, я еще никуда не дошла. Аптека, булочная, кондитерская, пирожковая. Ну, и, наверное, что-то там еще есть. А, там, это аптека здоровья, а там еще есть мир лекарств. Вот, что я хотела сказать. И, получается, позвонила я Леше, девочки. Леша, за эту квартиру. Он говорит, тебе как? Я говорю, мне четвертый этаж больше понравился. И, в общем, он говорит, Оксан, ну ты понимаешь, что другие квартиры дороже стоят? Ну, блин, чего влазить непонятно куда? Будет все хорошо, типа через пять лет поменяем. На большую. Я кое-что, это веришь? Ну, просто, блин, потому что я постоянная, понимаете? Мне, я привыкаю, но мне прям комфортно в той квартире, комфортно. И то, что, блин, этаж, девочки, четвертый. Это я к чему говорю, что не первый вид из окна. Нормальный вид из окна, нормальный. Окна в окна не выходят, и, короче, все нормально. А с другой стороны, я что? У нас мы живем, я на гараже смотрю. Я здесь смотрю. Ручшие девчонки. Все, я пошла в пятерочку. Сейчас на улице, пока вам снимала, как раз вот сказала, что все, иду в пятерочку. Идет девочка, не знаю, попала она в кадр, не попала, в розовой шапке, в черном пальто, с серым рюкзаком. Ну, и как бы старалась людей не показывать, но она уже прошла, пока я телефон убирала. Я ее окрикнула, говорю, девушка, девушка, она обернулась в итоге. Я говорю, можно вас на секундочку? Она, знаешь, подошла. Я говорю, а вы в 54-й школе учитесь? На девчонке лет 12. 13, не больше. Ну, потому что я по Вике сравниваю, да? Она говорит, 54-й, я говорю, нравится там учиться, она как нравится. Я говорю, а вы хорошо учитесь? Она говорит, хорошо. Вот, но она модно одета, ну, как, блин, современно. Не лохушка. А, я говорю, учителя, хороший, хороший, мне нравится. Я говорю, просто думаю, квартиру купить. Ну, с чего вдруг я ее тут спрашиваю, ну, как бы, вроде бы сказать. Она говорит, купите, не пожалеете. Солейте-то, я так и залывалась, я говорю, спасибо, до свидания. Ой, так милая. Вот, сейчас в пятерочке хожу, я заплачу. Я же это, я же куку. Вот это Кузя Лакомкин шарики 49-49. Мне Наташа, Наташа из Твери рекомендовала, не помню, Кузя Лакомкинова или нет. Блин, забыла. Это шарики. Шарики шоколадные, вот. Может быть, купить мальчишкам шарики шоколадные? А Любятова есть, он с молочной. Я вообще в пятерочках крайне редко бываю. Ну, подороже здесь, чем в Магните. Вот, а так. Ну, хорошо, прям большой магазин. Чистенько, нормально. Ой. Мне на маршрутку идти, к нашему дому, оказывается. К нашему, слышите? Да, именно туда, в ту сторону. Обратно, короче, идти. Сейчас у меня ноги немножко отойдут. И пойду в ту сторону, заодно поеду домой. Она как раз идет до Ташкентской. Нормально. А вот здесь остановка, прямо здесь. Здесь 17-й и 44-й. Они вообще мимо. Они до Вилишской. Ну, мне там надо будет одну остановку идти. То есть, я сейчас что-то куплю, а там как раз, где 28-я ходит, ну, где остановка, там же и магнит есть. Я там, ну, чтобы не тащить отсюда. Вот. Если что-то куплю, мне лучше на моей остановке выйти. Я так замерзла. В общем, вот. Девочки, я еще здесь шарахалась. Короче, я уже со многими людьми поговорила. Еще с мальчиком, пятиклассником. Спросила, как ему, чего туда-ся. Ну, по поводу школы. Он говорит, ну, первоклассникам будет вообще хорошо. Это вот постарше уже посложнее. А школа хорошая. Вот дом. Дорец дома оранжевый. Видите, посередине стоит. Это вот как бы предполагается наш. Причем даже окошко за деревом видно на четвертом этаже. И вот я разворачиваюсь. Здесь высотка. Вот здесь вот. Ну, всякие хрущевки туда-сюда. Это мебельный комбинат. Я так понимаю, кольцо. Вот здесь вот тоже высотный дом. Салон, магнит. Я в этом магните была когда-то несколько раз. Девочки, здесь еще я забыла сказать, что совсем недалеко живет Вика наша. И вот чуть-чуть там подальше. У нас свадьба там была в столовой. Именно в столовой. Но там столовая такая очень-очень такая домашняя. Вкусная. И вообще салаты были обалденные. Вообще все гости были в восторге от еды. Почему? Ну, я выбирала зал именно по красоте. Там такой деревянный стиль. И в то же время все было очень вкусно. Вот. И я к чему говорю, что, девочки, блин, нормальный район. А я здесь девчонка у нас работала на работе. Потом она ушла в декрет. И я с ней очень дружила. И мы даже приезжали. Арсений маленький был. В общем, приезжали. Она в каком-то из этих домов живет. Леша бы запомнила. Леша знает этот район. Я нифига не знаю. Вот. Я ее спрашивала. Ее тоже Вика зовут. Я говорю, Вика, тебе нравится здесь жить? Да, и они, по-моему, даже хотели квартиру еще одну поменять. В этом же районе. Ну, потому что люди ко всему привыкают. Так что, короче говоря, тихо, спокойно. И вон маршрутки стоят. Вон, видите, белые виднеются. Не могу. У меня пакет. Я в итоге в пятерочке кое-что купила. Без проблем не обошлось. Я дома расскажу. И, в общем... А вот этот магнит, представляете, как близко. Вот он дом оранжевый. Понимаете, да? Вот я его показываю слева. И вот он магнит. И мусорка там близко. То есть ее не видно из окон. Ничего не видно. Но вот за этим вот гаражом. Короче, девчонки. Мне прям, в принципе, нравится. Вот аптека здесь тоже здоровая. И магнит косметик, кстати, есть. Тикс прайс не нашла. Вот Риат Маркет магазин. Пятерочка еще одна. Вообще все ближе, даже чем у нас. Я еще, знаете, что думала? Говорю, если... Вчера такая, думаю, по шагам, что ли, посчитать. Просто ради интереса. От нашего дома до магнита. Это, получается, две пятиэтажки надо пройти. А здесь еще даже ближе. Представляете, девочки? Так что, короче. Короче, короче. Пошла я сейчас на маршрутку. А вон они прям стоят там. Видите? Недалеко. Метров пятьдесят пройти мне. Девочки, я уже дома. Девочки, я уже дома. Я так замерзла. Здесь от батареи так тепло вообще прям. Я так замерзла. У меня ноги замерзли. А знаете, что замерзли? Я там с девушкой стояла, разговаривала. Она как раз шла из садика. Ребенка отдала в сад. Год и шесть, короче, второй день вводят. И это... Ну, я ее остановила. Узнала, как чего. Короче, она живет... Посижу вот так немножко сейчас, ладно. Она живет как раз в тех первых домах, в студиях, где слышимость очень хорошая. Она говорит, сейчас вот эти дома вообще не такая слышимость. И говорит, мы хотим, но, говорит, пока не можем... Вот они в студии живут и смотрели в этих домах с индивидуальным отоплением. А в тех, где студии, там центральная. Вот. Тоже однушку. Ну, говорит, пока не можем себе позволить. Не хочется ипотеку брать, то туда-сюда. Очень батареи будем горячие. Вот. И мы с ним поговорили. Я еще постояла вот в этом. Потом маршрутка подошла сразу же. Я поехала. Ну, я села, знаете, как спиной к водителю. И получается, что дверь все время открывалась, и мне было очень холодно. Вот. Ну, достаточно долго я ехала. То есть, знаете, по пути до Пушкина, ну, до центра, скажем, да, так же получается. А потом она вокруг идет. Знаете, невыгодная маршрутка вообще ни разу. Почему? Потому что, наконец, как сели люди, и практически все ехали со мной вот до Ташкентской. Ну, такой вот маршрут, он очень длинный. Очень мало людей выходило. Ну, заходить люди заходили, а так очень мало выходило. Поэтому какой-то, ну, невыгодный маршрут. Или там было бы несколько маршрутов. Ну, короче, это их проблема, правильно? Вот. Зашла, значит, девочка, я в пятерочку. Сейчас я вам покажу. Пока помню. Мне очень часто задают один и тот же вопрос. На какой телефон я снимаю? Да, девчонки, у меня новый телефон, и он у меня уже, наверное, месяца два. Я об этом не говорила. Вот. Кто заметил, что качество изменилось, качество видео? Ну, хорошо, спасибо. Конечно, не сильно изменилось, но, по крайней мере, фокус ловит. У меня телефон Xiaomi, не помню какой, да, потому что выбирала мне Лена Сулевна, и советовали его. Ну, да, как бы советовали, и Леша. И видеообзоры мы смотрели. Я напишу, какой у меня телефон, я просто не скажу. Я не пользуюсь им, я не звоню на нем, я просто на него снимаю. Вот. Не в кредит, меня спрашивали в кредит, в рассрочку. Никак, не в кредит, не в рассрочку, мы просто взяли его и купили. А, купили, была акция, скидка на него, поэтому и купили. Я его рекомендовать не буду, не могу. Почему я? Я многим отвечала на такой вопрос, мне в личку постоянно пишут. Вот когда я, знаете, к чему я сейчас это? Потому что, когда я достаю свой другой телефон и показываю что-то на нем, всегда поступают вопросы по поводу телефона. И поэтому, ну, на какой я снимаю? Вот этот он у меня, Huawei U9. Я не знаю, сейчас они есть, нет. Он, когда после обновления, стал фокус теряться. А вот этот телефон я не могу рекомендовать. Вроде бы качество видео-то и нормальное, стабилизация внутренняя небольшая есть, в этом вообще нет, в этом вот есть. Но он не... Короче, было обновление, обновление там каждый месяц происходит. И получается, как только прошло одно обновление, у меня сразу поменялась камера. Камера стала вообще, знаете, как снимать по 10, по 15 секунд. Просто тупо. Ну, просто идешь, снимаешь. Один момент, когда ты это видишь, а второй момент, ты этого можешь на ходу не заметить, оно просто выключается, останавливается. Вот. Так что переустановили туда, ну, залили, да, другую камеру, установили. Вот. Сейчас вроде бы нормально. То есть не та камера. Две камеры у меня теперь в телефоне получаются, вот эти, чтобы видео снимать. Вот. У меня вот у Леши, Huawei, там P какое-то, может быть не P, могу наврать. Там стабилизация тоже в телефоне есть. Вот он нормальный. Он мне говорил, бери-бери его, потому что когда он это посмотрел, в итоге живьем, ну, говорит, так, сам не знаю. Я говорю, ладно, давай, вроде все, уже пришли к мнению, я в телефонах не разбираюсь. Вот. Поэтому сам телефон вот такой вот рекомендовать я не могу. Не знаю, как звонить по нему, как он вообще связь ловит, как чего. Вот я говорю, в интернете я выхожу с него дома только, потому что Wi-Fi, да? Вот. Но я вам могу порекомендовать кэшбэк SmartySale. Почему? Потому что мы этим кэшбэком пользуемся уже давно, наверное, второй год. У меня Леша активно им пользуется. Я-то в основном все покупаю в магазинах, да, и вам все это дело показываю. А когда вот я первый раз познакомилась с кэшбэком, Леша себе тоже установил. Вот как раз-таки свой телефон Леша брал в Азон. Как раз он в Яндекс.Маркете посмотрел, где лучшие цены. И на тот момент хорошая была акция в Азон. На Азоне, да. И он через кэшбэк SmartySale, то есть у него была, мало того, ценник хороший сам на телефон. И плюс он еще вернул какую-то часть денег. Я уже просто не помню сколько. Поэтому это очень удобно. Это ни к чему не обязывает. Можно установить это приложение как на ПК, так и на мобильное приложение. Можно установить на любом Android или iOS. То есть, пожалуйста, где угодно. Там более 2000 магазинов. Все очень просто. Пользоваться очень легко. Ну, даже я, который я вообще дилетант в этом деле. Там просто выбираете магазин, в него заходите, ну, если вас что-то устраивает. Именно через приложение. И совершаете покупку. И уже через, ну, в течение месяца, по-моему, возвращается вам какая-то денежная, денежный процент. Но там в магазине все это есть, какой кэшбэк в процентах. Вы это сами все увидите. Это очень-очень удобно. Леша у меня очень часто много чего заказывает в интернете для работы. Потом вот колонку он заказывал на работу. Эту, ну, MP3. Поэтому я очень рекомендую этот кэшбэк-сервис. Сэкономил, значит, заработал. В любом случае, я говорю, какая разница. Что вы просто зайдете в интернет-магазин, да, и совершите покупку. Что вы через кэшбэк зайдете и еще какую-то денежку себе вернете. Так что, девочки, ссылочку в описании оставлю. Обязательно переходите и устанавливайте. Пользуйтесь. Очень хорошая вещь. Так что про телефон я сказала. Свои мои чиста. Ну, потому что многие спрашивают. Спрашивают, так сам на что снимаю. Вот, кстати, сейчас у меня не горит вот кольцевой свет. На штативе у меня не горит лампа. Ну, вот такое вот освещение с лампой. А, ну, она у меня воткнута. Вот я, короче, девочки, как обычно. Я просто, видите, я замерзла. Вот, смотрите, это белый свет на лампе. А вот это желтый. Вот это выключила. Вот это желтый. Блин, подождите. Белый. Это голубой. Ну, голубой мне не нравится. Мне как-то желтый вроде бы больше нравится, потому что он, ну, поестественнее, мне кажется. Вот. Пятерочка, девочки, пятерочка. Что хотела сказать про эту пятерочку? Я зашла, я вам сказала, что вроде бы хороший магазин, все туда-сюда. В общем, все нормально. В общем. И там коллектив такой доброжелательный, нормально. Я что купила там? Ну, естественно. У меня мой пакет магнитовский, он был со мной. Ой, я купила вот этого, вот Кузю. Это, что это? Шарики, да? Шоколадные шарики глазированные. В общем, мальчишкам купила, ну, побаловаться. Может быть, сегодня даже не покажу. Ну, купила. Потом. Это знаете, как вообще было? Это было так. Я принесла. Я не брала ни тележку, ни корзинку, ничего. Я просто взяла Кузю. Потом взяла еще что-то. Потом вспомнила, что мне нужна туалетная бумага, чтобы я уже не возвращалась в последний рулон. И то не целый остался. Потом, что это еще? Туалетная бумага там дорогая. Ну, там есть всякие корзиночки для организации. Они такие нормальные. Вот, девочки. В общем, я набрала себе две руки. Пришла на кассу, положила. И кассир у меня смотрит. Я, значит, положила вот эту вот туалетную бумагу. Кассир смотрит и говорит, вам нужно еще одну взять, потому что они идут один плюс один. Я говорю, отлично. Я говорю, дайте мне ее, я пойду другую возьму. Это стоило 49,90. А я вам, по-моему, сказала, что туалетная бумага дешевая. Сказала или не сказала? Не суть. В общем, я, значит, прихожу. А там в этом же отделе стоит девушка, которая сканирует. Все. Ну, цены проверяет. Я ей говорю, она говорит, один плюс один. Я говорю, хорошо. Пришла, значит, смотрю на этот ценник. Девочки, вот такой ценник. На нем написано, значит, новая цена, чуть побольше. Старая цена. Я ее смотрела перед этим. Думаю, сколько она стоила? Потому что, если все-таки цена нормальная, то и бумага нормальная. Я люблю нормальную бумагу. Я ее посмотрела. И где там, девочки, в правом верхнем уголочке мелко-мелко написано один плюс один. Я не знаю, для кого. Ой, мне кажется, там постоянные вот эти вот косяки с этим делом. Я не знаю, для кого. То ли вот эти все желтые ценники, там везде один плюс один. Ну, нет. Нет, не везде. Потому что вот я сок купила, он был нормальная цена. То есть желтый ценник, там не было один плюс один. 43 рубля я купила вот именно специально грушевый, потому что мальчишкам попить пополам. Ну, давно грушевый не брала. А то все яблочный, яблочный какой-то они там себе выбирают. А вот захотела вот этот. Не сама себе захотела это. Взяла еще, хотела сама попить. Кстати, да, я уже попила водой. Хотела попить, взяла самую дешевую воду за 19 рублей. Негазированную. Что вы думаете, на касте мне говорят, это тоже один плюс один. А если не один плюс один, тогда она будет стоить 39 рублей. Я говорю, не надо. Ну, зачем мне две бутылки воды тащить? Они маленькие. Ну, да не важно, маленькие они или не маленькие. Зачем? Вот. И как раз я пошла эту бумагу менять. И мне эта, которая сканирует. Там вообще цены написаны. Я говорю, я не вижу, где один плюс один. Ну, то есть женщина с плохим зрением, бабушка какая-нибудь, она по-любому не увидит. Ну, в общем. Я, значит, взяла. Не нашла я лучше бумаги. Я снова взяла вторую упаковку. Вот эту пришла. А еще ей сказала, когда на касте, когда пошла, говорю, вы остальное пробиваете. Надеюсь, там все нормально и вопросов не будет. А я подхожу. Она мне тут уже все пробила в сторону. Ну, отложила, значит, и говорит. Вопросы есть. Я говорю, отлично. Я говорю, какие? По поводу, значит, воды. Хорошо. Потом, значит, вот еще одна упаковка. Что мне, рулон, рулон. Колбасу я взяла вот эту. 99 рублей. Папа, может, телейная. Вот такая вот колбаса. Четыре горят. Она тоже один плюс один. Понимаете? А за мной уже образовалась пробка. Я такая, мне женщина говорит, а сколько она стоит? Я говорю, 99 рублей. Она говорит, так возьмите. Я говорю, да мне две не надо. Я просто взяла, вот как бы взяла, может быть, вот с яйцами пожарить, там, как-то что-то на бутерброды. Она говорит, ну, если она 99 стоит, и две будет, а одна 99, это если один плюс один. А если просто одну, то 199, ну, 200 рублей, да? Так возьмите. Я говорю, да куда мне? Потом думаю, ладно. Пошла, взяла срок побольше до 2 января, февраля. Какого, блин, месяца? Какой сейчас месяц? Скажите мне. Короче, она до 2 февраля, до 2-го, 02-го, 21-го года. Обе. Вот, взяла, думаю, ну, ладно, новогодний праздник, одно открывать не будем, а это в оливьешку, девочки. Я хочу оливьешку, давно не ела. Хочу. Вот. Ну, что вы думаете? Вот это вот тоже, она говорит, сломалась, блин. Были нормальные. Она говорит, ну, ладно, казинак у вас по карте, карта же у вас наша есть. Я говорю, пока нет. У меня есть карта, но она не активирована. Она у меня есть, даже, по-моему, их 2. Я как-то в одной пятерке покупаю, ну, ее покупают, ее 9 рублей она вроде стоит, и в другой. Но я так и не активировала, потому что я в эти пятерочки не хожу. Ну, ладно, женщина там дала карту, все равно ей баллы там, короче, вот, по 8 рублей. Казинаке 2. И девочки взяла шоколадку Аленку. Да, елки-палки, тоже сломалась. Как она сломалась? Это знаете что? Это когда я уходила, она пробивала и кидала, скорее всего. Вот она и сломала. Не люблю, когда сломаны шоколадки, особенно когда не посередине. Вот, 44 рубля с чем? Ну, 45 рублей. Это я сейчас уберу, потому что у нас должно лежать, когда, если кто-то придет чай попить, или просто мальчишкам, когда они что-то впросят. Гадость какой-нибудь, типа мармеладки какие-нибудь, скитлс, мэндэмс. Я лучше достану шоколадку, короче, и дам. И они пьют чай с тремя дольками, допустим. Это если вечером, а если в выходной день, то они два раза пьют с тремя дольками. И как бы нам что там с Лешей остается? Вот. Ну, иногда не остается. Иногда мы просто отдаем. Так что вот так я сходила. Девочки, нравится мне этот район. Я вышла из маршрутки. Вот здесь у нас. Вышла. Мало того, мне холодно. Там как-то мне холодно не было. И смотрю вокруг эти серые хрущевки, блин, вообще беспонтовые. То есть, понимаете, там сейчас хорошо, комфортно в том районе, потому что дома яркие. И такая вот обстановка, такая позитивная. И машин мало. И дороги этой грязной не видно. А здесь я вышла, это дорога. И вот я думаю, и я иду и думаю, чем мне нравится наш район? Вообще не понимаю. И вот эти вот серые пятиэтажки. Деревья стоят. Да, деревья. Летом, да. Они зеленые, полно деревьев, зелени. Но с другой стороны, сейчас-то не лето. Сейчас зима. Получается, вот они, палки эти голые стоят. И что? А вот летом там очень красиво. Там травка, какие-то елочки там посажены, кустики. Ну, вот свежепосаженные, да, они вырастут. Естественно, как вы мне пишете, что они вырастут, вырастут. Вот. И там даже на фотографиях, если смотреть, вот именно летние фотографии этого района. Красиво. Солнце светит, небо голубое. Вот эти яркие домики. Блин, девчонки, красиво. Хочется мне там жить. И риска в туалет сходила. Это я, да. Потому что она, ну, она старенькая, у нее пахнет. То есть, надо сразу мыть. Ну, у нас никогда не залеживается. Она ходит при мне только в туалет. Ну, вернее, когда кто-то дома в основном. Если у нас дома уж совсем долго нет, тогда она ходит. Ай, простите, если кто-то сейчас кушает. Вот. Не звонят мне насчет вот этой квартиры. А, планировка. Девочки, я вам сейчас ставлю планировку. Потому что я сделала скрин специально, чтобы не забыть. Вот ставлю вам планировку. Сейчас об этом специально говорю. Потому что, чтобы вам было понятно, какая там планировка. Хорошая там планировка. Люди там живут на первом этаже. Я видела. Потому что там и ребенок был, и кухня там. Ну, и свет горел. То есть, вот так. Но это прямо рядом вот с пятерочкой. Как-то мне и не хочется, с одной стороны. Ну, планировка хорошая. С другой стороны, девочки, вот смотрите. Два восемьсот или два семьсот пятьдесят стоит эта квартира. Я забыла, сколько она стоит на самом деле. Вот. Потому что там зависит совсем. Вот чуть больше площадь. Там же, вот мы смотрели еще в другом доме, да. Тоже на четвертом этаже. То есть, чуть побольше площадь, уже сразу на полтинник прибавляется. На квадратный метр больше и уже прибавляется. Поэтому я, если честно, не помню, сколько она стоит. Но я могу сейчас быстренько посмотреть. Но пока я говорю, пока я говорю, мои глаза смотрят. Где она вообще? Два семьсот восемьдесят. Вот. И меня, мне понравилась она. Мне вид сверху понравилась. Мне понравилось расположение дома. Мне понравилось, что рядом установка, магнит, все дела. И магнит косметик, кстати, в этом же магните. И рядом с этим. Но меня смущает прихожая. Даже уже не столько детская смущает, что она немножко уменьшится. Даже, может, и не будем уменьшать. Я сегодня так зашла, посмотрела. Да и думаю, да и фиг с ним, с этим диваном. Кушетка-то у нас все равно будет где-нибудь стоять. Либо в спальне у нас, но навряд ли. Либо в детской. Вика может на кушетке приночевать. Дело в том, что Вика живет в пяти минутах ходьбы от этого дома. И поэтому, по большому счету, мы можем ее взять и проводить домой. Но нет, она будет оставаться ночевать. Блин, Леша поспит на кушетке, Вика поспит со мной. Как бы вообще, в чем проблема? Мне даже комфортнее будет. Леша храпит, Вика нет. И поэтому, я даже думаю, может, нафиг этот диван, стол поставить большой со стульями. И будет хорошо. Кухню, не знаю, угловую или прямую. Я говорю, меня уже это даже не смущает. Меня немножечко все равно остается вот это вот, что вот прихожая. Вот глубина прихожая такая же, как у нас. Получается, что если ставить шкаф-купе 60, там, ну блин, там остается очень мало. То есть 50, все равно 10 сантиметров, это вот, на секундочку. То есть входу в спальню это мешать не будет, в детскую, в детскую. А вот входу в кухню это как бы будет немножко дискомфортно. Может даже шкаф поставить на 40 сантиметров. И не купе, потому что купе съест, ну там, боковины, да, пространство. А этот распашной шкаф, такой даже, ну, достаточно большой. Ну, в общем, я не знаю, я подумаю, что-то думаю. Я ей сказала вот этой вот Галине, когда я уходила, я говорю, Галин, показывайте. Показывайте эту квартиру, если она наша, она нас дождется. А сама сейчас сижу. Ну, не то, чтобы сильно переживаю, конечно, но все-таки переживаю. То, что, ну, блин, девочки. Ну, понравилось. Мне, короче, Леше вообще все нравится. Леше все нравится. И знаете, что мне пишите? Вот тоже сейчас комментарий видела, что в ноябре, значит, купили квартиру. И до января хотели сделать ремонт. Не успели. Мы не успеем сделать. И мы не будем так рвать жилы, чтобы успеть сделать. Надо будет, чтобы только Леше сделала эти стены, чтобы они были белые. Это шпаклевал, да? Вот. И постелить на пол что-то. То, что потолки будут ненатяжные, там, не из гипсокартона, не знаю. Не знаю. Не знаю. Хотелось бы, конечно, с одной стороны, есть гипса, но это сложно в плане, ну, Леша сделает. Не то, что там же шкурить надо. Потом сетку, потом снова шкурить. И получается это грязно. Вот это вот тяжело все жить в этом, понимаете. А так, я бы, конечно, хотела лучше гипсокартонную, потому что это и шумоизоляция все равно какая-никакая. Поэтому пока ничего не буду говорить, как там и что. Надо выставлять нашу квартиру на продажу. Да. И я так поняла, мы с ней поговорили, что и до конца января, в принципе, можно будет потянуть, то есть, ну, если бронировать и потянуть до конца января. Изначально разговор шел о двух неделях, ну, о трех максимум. Ну, а там новогодние праздники, ну, и до конца января тоже можно будет. Ну, а с другой стороны, если уже все там будет чики-пуки, да, и ипотеку одобрят. Просто дело в том, что вот она 2,780. Нам, получается, надо, чтобы ее купить при идеальном раскладе, это, допустим, 2,500, сколько там, интересно, капитал, ну, 2,450, будем считать, 2,500 и 2,800, 300 тысяч, да? Это при идеальном раскладе. При не очень идеальном это может понадобиться и 500 тысяч. Ну, на секундочку. 300 тысяч, у нас нет денег на ремонт. Соответственно, 300 тысяч, чтобы, ну, добавить и купить квартиру, а, допустим, еще 200 тысяч, чтобы выложить, допустим, в двери, вот, в эту вот отделку, да, ну, все-таки 500 тысяч и миллион, больше миллиона, если вы ипотеку брать, это как бы разница большая. Это будет гораздо напряжнее, накладнее, поэтому, наверное, надо останавливаться на этой квартире, девочки. Пишите. Здравые, девочки, пишите. То, что многие пишут, берите трешку, да вы думаете, я сама против трешки, что ли? Я просто не хочу влазить в такие большие долги. Это нужно взять еще больше денег, чтобы квартиру купить, и еще больше, чтобы ее как-то там отделать, да? Вот. А здесь нужно довольствоваться тем, что есть, вот, и стремиться к лучшему. А с другой стороны, может быть, она так понравится, что и нафиг нужно. Я говорю, возможно, будем думать о доме, не знаю, это все вилами по воде, нужно решить вот эти вот вопросы. Почему я сейчас рвусь, 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 я уже по этому поводу сказала, что очень дискомфортно жить вот так. И вообще я, смотрите, вот смотрите, сколько времени я уже трачу вот на это вот на все, да? Я понимаю, что это много времени занимает. Ну, Новый год на носу, девочки, я же не расслабляюсь, я не убираюсь, я не мою ничего, блин, надо шторы поменять. И вообще я хочу, прежде чем выставлять квартиру, шторы поменять, диван сложить, чтобы фотографии хорошие были. Вот, ну, я как бы вижу, как оно должно быть, поэтому надо будет сделать. Там, кстати, даже потолки, наверное, подойдут, шторы мои, спальню вот эти вот можно будет с птичками повесить. Короче, девчонки, мыслей много, хочу есть, есть хочу, сейчас буду яйца жарить с колбасой, да. Спасибо, дорогие мои, что были со мной. Кстати, палец, ну, палец, я антибиотик еще немножко пью, еще, по-моему, один день не остался, палец, потому что он тут облезлый. После левомиколя, вот здесь вот у меня все, и после хлоргексидина, я же обливала, поливала, он у меня вот тут вот немножко облезлый, такой позорный, ну, короче, ну, слава богу. Тьфу, я надеюсь, что все обойдется. Все, девочки, спасибо, что были со мной, пишите ваше мнение, только корректно, не навязывайте, а просто пишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу, потому что я не люблю, когда мне навязывают, ну, у меня как бы есть же тоже свое мнение. Вот, я сказала, в чем я сомневаюсь, блин, в чем я сомневаюсь, хотя я сегодня должна была бронировать ехать ее, ну, ладно. А люди сейчас узнают, что она 13, и не захотят покупать. Ну, я не думаю, что все такие суеверные, ну, не такие, как я, я говорю, я не суеверная. Ну, короче, я замерзла, у меня ноги прямо замерзли. Вот, сейчас чайку попью, и все будет хорошо. Так я прибежала, я быстрее, знаете, что сделала? Перекинула видео, у меня сейчас монтировать надо будет. Кровать застелила, потому что я с утра-то подскочила, пока мальчишки собирались, пока туда-сюда не застелила, чтобы немножечко согреться. И вот сейчас только, только я заканчиваю, заканчиваю с вами. Все, 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 пока. Субтитры сделал DimaTorzok